Соперник Я буду проводить стойки, как обычно. Я пытаюсь перевести его партии. Подготовился, как обычно, дал акцент в борьбу и на ударку. Я думаю, что мой соперник замечательно умеет и бороться, и бить. У него замечательная ударная техника, сильные и жесткие удары. Ни в какой сфере, ни в ударной, ни в борьбе легко не будет. Да, я несколько боев смотрел. 3-4 боя видел. Нормальный соперник, достойный. Два боя. 23 победы в Дерек Порошин. Его профессиональный рекорд 32 паузы. 23 победы и 9 победы. Дамы и господа Леони Чарме. Репрезентент Литвуэ Сирджей Грачико. А вот его соперник в красном углу. Бойсу 25 лет. Рост 177 сантиметров. Вес 70,6 килограмма. Профессиональный рекорд 11 боев. 9 побед при двух поражениях. Дамы и господа из России. Встречайте. Иосиф Омаров. И нашим приветствующим. Дамы и господа из Украины. Дамы и господа из Украины. Сразу занял центр клетки. Двигается вперед. У Субумаров очень хороший удар. Он был на 9 побед, 6 побед. Нокаутом, либо техническим нокаутом. Игорь Чехов набегает. Без разведки. Нет ничего. Найся кучу ударов. Видимо на А8. Что пройдет, то пройдет. Именно так. О-о-о-о. Хорошо. Прямо вот четко, четко. Зашли удары. Естественно, сейчас будет все. Нет, не будет. Нет, не будет. И нужному Умарову, я думаю, здесь. Умару, я думаю, здесь. Умару, я думаю, в данном положении. Ну, возможно, вот эти удары руками, которые наносят, это есть подготовительное, скажем, движение вот к этому разрую. Сергей Гречиха закрывает гард. Причем Сергей Гречиха достаточно пылочный боец. На самом деле, в дорожении у него лишь два досрочных, и оба раза прыгают. Семь раз прыгают по очкам. Ясу Кумаров не суетится. Очень спокойно, потихонечку оттягивается. Наносит удары. Таз поднимает боец, чтобы масса законтролировать, соответственно, своего оппонента. Ясу Кумаров не суетится. На самом деле, Сергей ногу закидывает выше к голове Ясу Кумарову, причем контролировал рукой. Это делается для того, чтобы тяжелее Ясу Кумаров упрямлять спину, подниматься. Может, судя по тому, что Сергей Гречиха там опять же накидывал ноги, когда Ясу Кумаров упрямляет спину, он может знать боевые приемы, но этих проводить. Ясу Кумарову, я не знаю, как мы хвозит весь дыр. Ди, вот так, 100-0. Криверский и Юдек. Криверс горит плейданс. Да, Юдек. Юдек. Не ноги, кто с головой. Юдек, Сергей Гречих потянулся. Неудачумное, что не говоришь, что борец не умеет это делать. Борец не умеет, потому что борец. Здесь, например, случается четко, безусловленное состояние. Борец не может ударить. Мы соберемся, что Бару, мы еще бегаем. Да, Юдек почувствовал, что в округе я тебе себя комфортно. Я ее там не утешил, соответственно, биться. И он хочет имя Бару. Мы видели, как свалил Сергея Грючиха, и вышел с ударом. Он зацепился, конечно. Он застоялся немного на ногах, но, тем не менее, Грючиха Сергей, чисто по-бразильски, запрыгнул на Весукова-Умарова. Затем немножко, 40 секунд. Сейчас, как-то его спитнее, стоя раскрывает Сергей Грючиха и Весукова-Умаров. Но он в хорошем положении. Весуков переконтролирует Весукова-Умарова. Была раздоха, чтобы забрать спину. Так перекатился Весуков и опять сверху. Сверху в гарде. Весуков и Весуков. И Весуков. Все-таки Сергей приживет впечатление очень опытного борца. И он может вполне поконтурировать его в грозительной дисциплине. Ничего пока не дает делать и Весуков. И, смотрите, как он контрит сам. Постоянно у меня приемы меняют положение. Зацикливаться на одном движении. Я чувствую, что кто-то одно не идет. Он сразу переключается в очень широкий арсенал технических действий у Сергея Грючиха. Ну это признак определенного уровня. Конечно. Конечно. Потому что ты умеешь по ходу поединка перестроиться и, так сказать, подбирать ключи к сопернике. Это опыт, в первую очередь. Ну да, я думаю, что, естественно, видел и борцов в свою карьеру и ударников Сергея Грючихова. Вот это можно назвать. Бился с такими известными ребятами, как Магомет и Трисов. И Мурат Мачаев. Кстати говоря, причем с Муратом Мачаевым прошел Сергей Грючихов всю дистанцию и проиграл по очкам. Ну, я думаю, что в этом поединке нас еще неоднократно будут ждать сюрпризы. И я думаю, в борьбе сюрпризы будет преподносить Сергей Грючиха. А в стойке, соответственно, будем ждать Юсупу Умарову. Да, Юсупу нужно больше работать в стойке. У меня стараться не затаскивать себя в парк. Потому что пока в паркере Юсуп смогло снаружи. Да, если бы я, так сказать, был боковым Юсупу Умарову, я бы, так сказать, подсказал бы ему побольше двигаться на ногах. То есть нужно больше двигаться, раздергивать оппонента, закручиваться за него. Ну и, соответственно, постоянно выкидывать вот эти свои удары. Ну что ж, мы очень скоро узнаем. Буквально прямо сейчас, какие были корректировки. И как эти корректировки смогут реализовать бойцы. Сергей Грючихов, Юсуп Умаров. Второй раунд у нас на пункте прямой трансляции. Вот обратный треугольник пытается провести Сергей Грючихов. Это вопрос о тех сюрпризах, которые он должен был преподнести. Которые он может преподнести. И преподнести. Да, такое ощущение, что он в этом положении оказался. То есть, как-то все стремительно очень произошло. И что дальше отсюда делать? Знает кто. Вот вопрос. Знает рефери. Да. И сюрпризов, но не оттуда. Да, Юсуп наносит удары, но тут уже на рычаг колено пытается выйти Сергей Грючихов. Да, ломает он ногу Юсупу Умарову. Тот пока терпит. Сергей может добавить больше работы спиной и тазом. Для осуществления этого примена. На очень опасное положение сейчас у Юсупа. Нужно отталкивать ногой свободно Сергея от себя. Пытаясь вырусом увидеть колено. Чего он не делает пока, кстати. Да, пока этого не видно. Очень напряженный момент. Опасно, опасно делает прием Сергей. Очень качественно он его проводит. Да. Да, очень напряженный момент. Его сдача. Сдача. Вот так вот борец. Победен ударник. КОНЕС Продолжение следует... 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 Продолжение следует...